Простой Ленинск-Кузнецкий парень, начинавший с дворового футбола, теперь играет на больших полях на высшем уровне. 20 игр и 8 голов за российские команды за последние 4 года. Причем все, без исключения тренеры, замечали, тот фундамент, который заложила команда «Тарзан» и ее бессменный тренер Андрей Верчук, стал основой для развития Алексея Сапогова как форварда. Езди по городам, по разным городам, разным регионам, Чечня, Махачкала, Краснодар, Юг России, и просто понимаешь, как все-таки футбол объединяет людей и как он придает городу определенного шарма. Больше смысла в жизни появляется людей, потому что когда они живут одной идеей, «Заря» – это как ни крути, это все равно бренд. Его очень много знают даже в разных городах. Где бы я ни разговаривал, везде слышали бы это, везде знали. И плюс очень большое подспорье в том, что если в Ленинске будет футбольная команда, ну профессиональная, здесь обязательно будут ходить болельщики. Самые дисциплинированные болельщики ждут Лешу именно здесь, в Ленинске-Кузнецком. Они пристально следят за всеми его играми и забитыми голами. Сегодня Алексей признался, не все голы приносят особенное ощущение эйфории, к которому стремится любой нападающий. Волгу пришел из Горнякаучелы, второй лиги, и там практически, вот я посчитал, я забил 17 голов и каждый мой гол приносил нам очки. То есть либо победа, либо ничья. В Волге сначала была другая ситуация. Я забил 4 или 5 гола и во всех играх мы проиграли. Ну только в одной из Ростова мы проиграли. И я на себе осуществил, что значит, даже когда ты забиваешь, даже когда тебя хватит, но нету результата, не те эмоции абсолютно. О чем мечтает перспективный футболист? О красивых и результативных голах. Ну и, конечно, в будущем войти в состав любимой команды «Ювентус». Уверен, сможет. Опыт игры за вторую сборную России есть. Причем какой? Леша забил решающий гол в ворота турецкой команды. Весь тот антураж, который сопутствовал матча, та атмосфера, которая была, я там познакомился и с главным тренером, вот, с Юрием Анатольевичем. Я там всех встретился и, в принципе, это даже воплотилось вот в такой результат, что и победили, и вот он самый гол забил, как бы. Поэтому те эмоции самые главные, которые получили мы от победы, и как мы чувствовали, вот, как болельщики там прям получают удовольствие. Поэтому эта игра, конечно, тоже останется у меня в памяти, тем более это заключительная игра в истории второй сборной. Самое главное, уверен Алексей, чувствовать свою нужность в команде. В «Волге» он начинал центральным нападающим, теперь играет из глубины поля и ловит нужный момент, чтобы забить гол. А это уже дело удачи и техники.